Здравствуйте, Шаватов, Агут и Вох, хорошей недели. Мы находимся с вами в 17 главе книги Мишлей. Предложение номер 2, а урок номер я точно не помню какой. Ладно, скажу позднее. Говорит Шлома Амеллах, что... Сейчас. Я начинаю с первого предложения, потому что так проще. Лучший кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколозого скота, но при нем раздор. Разумный раб господствует над позорным сыном и между братьями разделит наследство. Вот с этого пасука мы начнем. Разумный раб, позорный сын и так далее. Говорит Мальбим. Момент. А, сейчас. Секундочку. Я не там открыл просто один момент. Говорит Шлома Амеллах. Эвит маскиль им шоль бы бен, мавиш бы то хахим и хлок на хала. То есть, раб, у которого есть сейхль, он будет властвовать сыном, который от слова буша, от слова стыда. И среди братьев он будет разделить имущество. Говорит Мальбим такую вещь, что бальтахшов, не подумай, потому что гон, веамисра, это нахалатовод. Потому что многое, и много золота, много богатства и высокая должность, все это вместе достается по наследству от родителей. Потому что все зависит от гештадлута, от усилий и зарезута, и меры, которые называются зарезут, то есть поспешности. И также, раб, если он разумный и старается, и он зарез, и он стремится, устремленный, быстрый, проворный, то он будет властвовать над сыном, который позорный, после того, как этот сын отслан, он лентяй. И во время разделения наследства господин будет как один из его сыновей. Господина, когда делится наследство господина этого раба, который очень позитивный, то он будет как один из сыновей и будет разделять имущество. Веба Нимшаль, теперь, это был Машаль, это был пример. Что такое Нимшаль? То, что нам хотят рассказать этим примером. Нимшаль говорит, что Гер, Гамаскиль, который пришелец, который сделал Гиюр, но он разумный, стремительный, старательный, Ирошамаем и так далее, он выходит выше, чем достоинство Израиля, который навиж, который приниженный, который плохо стремится ко Всевышнему. И мы видим, что из сыновей и сыновей и сесро преподавали Тору многим ученикам. И также Маасеша Маев Тальон, Скоэн Годель, который будет свидетельством этого. Мальбин мне очень подробно рассказывает, о чем идет речь. Есть геморро в трактате Гитин, который рассказывает о таких достаточно страшненьких вещах, которая говорит о том, как император Рима по имени Нерон решал, что ему дальше делать. Понятно, что римский император того времени, да думаю, что не только того, его основное предназначение в жизни, это были военные действия. И он решал, где ему вести войну. Он стрелял из лука и стрелял, в какую сторону упадет стрела, чтобы понять, в какую сторону ему пойти по ходам римских легионов, для того, чтобы что-нибудь такое завоевать. И я думаю, что более-менее примерно таким же образом потом в царевне лягушки происходил процесс, когда братья стреляли из лука и искали себе невесту. Я сейчас вспомнил, пока я вспомнил. Я расскажу анекдот и продолжим дальше. Как прыгает по болоту лягушка со стрелой в боку. Навстречу другие лягушки говорят, что охотники подстреляли. Нет, говорит, Ваня посватался. Так вот, когда Нерон бросал стрелу для того, чтобы решить, где ему правильно вести войну, то в какую бы он сторону ни стрелял, стрела падала острием в сторону Иерушалайма. Он увидел, что что-то здесь не то происходит, словил какого-то ребенка, выходящего из Бейт-Кнессета, и сказал, псок ли это псокейха? Скажи мне пасук, который ты учил. Я не помню пасука, который он учил, а геморрогитин я не взял. Ребенок говорит пасук, который говорит о том, что я отдам Иерушалаем во власть царя-нечестивца, что-то в таком духе. Понял Нерон, что это означает, что Акодыш-барагу выбрал его в качестве того, кто разрушит храм, и сказал, шмамина я учу отсюда, что Акодыш-барагу хочет наказать свой народ, и выбрал этого человека в качестве того, кто это сделает. Говорит Гемора, что он бежал в Итгаер, что он бежал и сделал гиур. Мааршатам приводит Сефер-одород, что это был не сам Нерон, император Нерон остался императором, что это был один из его воеводов, главный воевод войска Нерона, но было это во время Нерона, когда он бежит и делает гиур. Гемора продолжает не по Сефер-одород, что Нерон сделал гиур, и после этого Веспасиану стал императором, и началась осада, и так далее. Дальше история разрушения храма, мы не будем ее касаться. Нерон делает гиур, и из него выходит человек по имени Рабимея. Рабимея – это человек, который, когда у нас приводится Мишна, то обычно приводится имя Таны этой Мишны. Тана им бывают разные, там разные Тана им разные, Галахот дают обычно споры и так далее. Есть понятие, которое называется Стам Мишна. Мишна имени Таны не приводится. И гемора в трактате Сангедрен говорит, что Стам Мишна Рабимея. Мишна, которая и без имени, то есть это большая часть Мишнает в шасси, где нету Махлокиса, или даже если есть Махлокис, но это Махлокис какого-то Тана, спор какого-то Тана с Стам Мишны, Галахок и Стам Мишна, то это означает, что это сказал Рабимея. Поэтому чуть не ров Мишнает, который есть в шасси, большая часть, она, Мишнает, она принадлежит перу Рабимея, который произошел от этого Нерона. Сесро – известный человек, который воевал с Амистраэлем, и воины с Сесросом Амистраэлем были такой силой, что нужна была пророчица Двоера. В Танахе есть семь пророчиц, которые пророчествовали в Амистраэле. И вот одна из них – это Двоера, которая получает приказ от Всевышнего назначить барака главным воеводом Амистраэля для того, чтобы вать Сесро. И они разбивают Сесро. Такая война серьезная там была. Сесро был убит. Но от Сесро произошли потомки. Прямо во время этого сражения кто-то забеременел, какая-то тетенька. И я сейчас не буду касаться. Это известная часть Танахы, Юэль, который убивает Сесро. И она становится беременна. И через 10 поколений после него появляются люди, которые стали преподавать Тору Берамим, говорит Гемора. Медраж, который приводит, говорит о том, что эти люди, о которых идет речь, – это раби Акива, по которому идет вся халаха, вся устная Тора, переданная нам через раби Акива. Он был из Мнейбанавшиль Сесро, и он появился от Сесро. Поэтому это два примера, которые здесь приведены. В Геморе еще несколько примеров. Есть Шамай и Евталион, которые были оба Герем. Через них передана Тора Шамаю и Елелю. Мы видим, говорит Мальбим, что араб, то есть имеется в виду, человек, который принял Геюр, который не происходил от Амисраэля, и не имеет схутовод, не имеет заслуг своих отцов. Тем не менее, если он зарис, если он старательный, если он Рашамаем и так далее, то его схует поднимается выше, его заслуги поднимаются выше, чем заслуги сына, который мавиш, сына, который ленивый, который не учит Тору. Это пшат, который дает Мальбим. Пшат, который, как бы, на самом деле, достаточно простой, понятный. И для чего это делает Всевышний? Чтобы показать нам, что Тора не передается по наследству. Вещь, которая связана с тем, что человек должен достигнуть контакта со Всевышним, это вещь, которую человек должен сделать сам, через Тору, через Митцвот. И схутовод – это вещь, которая очень важная, она может сильно помочь, но это не то, что определяет. Гаон здесь дает довольно интересный пируш, совсем другой, совсем. Гаон объясняет, что «Эбит маскиль имшоль бэбен мавиш» раб разумный будет властвовать над сыном, который такой вот стыдливый. Имеется в виду, пируш, что даже тот, кто является рабом, но он маскиль, но он разумный, он будет «эмшоль аббэбэн шиуми ваш». Он будет властвовать выше, чем сын, который мавиш. И он получает свой хэлэк, свой удел вируша. В Зохаре, в наследстве, Зохар приводит доказательство этому пасуку из Хумаша. В принципе, это, наверное, я неправильно сказал слово «доказательство», потому что доказательство пасуку из Танаха немножко глуповато я высказался. Он приводит иллюстрацию из Хумаша, о чем идет речь. Зохар на шире а шире говорит, «Лойер Шеха Зе». Когда Авраам Авину обращается ко Всевышнему, Всевышний, вернее, после войны четырех и пяти царей, когда Авраам побеждает четырех царей, то Всевышний обращается к Аврааму, Авраам обращается к Всевышнему, и по поводу того, что вот я израсходовал все свои скует, все свои заслуги, которые у меня были, ушли на эту тяжелую войну, явно были все нарушения законов природы, которые можно было придумать, и вот все, от меня ничего не остается. Отвечает ему Всевышний, «Аль-Тире Авраам с Харха-Горбемет». «Не бойся, Авраам, твоя награда очень большая». Это по суке сторы. Отвечает ему Авраам, что какую заслугу, что ты имеешь в виду, у тебя большой сход. Что, какой сход, зачем? Когда я хожу бездетный, и вот домесок Элеезер, Эвет, мой раб, получит наследство у меня, вместо меня, после меня. Отвечает ему Всевышний, «Лойер Шеха Зе». Не будет наследовать этот Элеезер, почему? Потому что у тебя родится другой сын, имеется в виду Ицхак, и здесь Авраам получает пророчество о рождении Ицхака. Рамак задает вопрос, раб мой шикар-давера задает вопрос, если бы не родился Ицхак, у Авраама есть родственники, сын Ишмаэль, племянник Лот, который постоянно находится вместе с ними, и постоянно упоминается. Получается, что здесь Авраам сообщает, что они бы не наследовали, если бы не родился Ицхак. А кто бы наследовал? Элеезер, который является Эвет-Маскиль, который является рабом, который Маскиль, который умный, мудрый раб. Здесь видно из Хумаша, из Медраша, на Хумаш из Зохара, видно о том, что идея о том, что раб, который разумный выше, чем сын, она как бы идет очень давно, и Аврааму это был давар-пашут, это была очевидная вещь, и он обращается ко Всевышнему, что зачем мне какие-то награды, богатства и так далее, когда все, что мне есть, достанется моему Эведу, и тем не менее Всевышний им считал, что это правильно, если бы не родился Ицхак. Но Ицхак, который был и Бен, и Маскиль, и сыном, и мудрым, поэтому он получил это наследство, а не Элеезер. Теперь это как бы доказательство, которое приведет Зохар, тому, что написано в Мишле и с Хумаша. А теперь попытаемся разобраться, о чем идет речь. Продолжение пасука. Что он получит, этот Эвет получит наследство вместе с Ахим, вместе с братьями. Братьями, кого братьями? Отца. Вместе с ними он получит это наследство. То есть, он будет наследовать вместо умирающего господина среди сыновей дедушки, братьев отца. Имеется в виду, теперь Хагро начинает нам объяснять достаточно такие серьезные вещи. Он говорит, что в народе Израиля есть три дороги, три уровня. Эти три уровня описаны еще в одном месте Мишле, поэтому давайте мы туда заберемся. Глава Тед Зайн, то есть 16-я голова, мы недавно ее учили, но это не мешает нам ее забыть. В 16-й главе в последнем предложении, нет, предпоследнем, нет, предложение, сейчас, секундочку, не предпоследнем, в 31-м предложении 16-й главы написано, почти последнего момент. Венец славы Седина находит ее на пути правды. Теперь смотрим, что объясняет Хагро в этом месте. Атерет, тиферет, сейва, бедерик, сдока, тимце. Сейва приходит к человеку, мы очень долго обсуждали этот посуд, возраст и так далее. Сейва Седина приходит к человеку, когда Всевышний его награждает ешевой Торы Базикнуто, тем, что он находится внутри Торы, ешивы Торы, внутри своей старости. И эта Седина, это его корона, которая у него появляется. И это находится только у того человека, который идет по дороге к сдоке. Атерет, тиферет, ве сейва, я сейчас тот кусочек, который мне нужен. Здесь Хагро его пишет курсивом, поскольку он не совсем пшат, пасука, атерет, тиферет и сейва. Атерет, корона, тиферет, гармония, красота, сейва, седина. Это три уровня, которые есть в службе Всевышнего. А именно, Маосим, действия, Тора и Хохма. И перечислены они снизу вверх. И об этом сказано, что Бакатнуто, тот, кто тебе... Да, пока достаточно на самом деле. Так вот, теперь вернемся к нашему пасуку и разберем эти три уровня, как они входят в наш пасук. Он говорит, что есть три уровня службы Всевышнего. Эвет, раб. Как об этом сказано, ки авадай гем, они являются моими рабами. И Всевышний говорит про народ Израиля, они мои рабы. Это уровень достаточно высокий. Это уровень Эвет Гошем, который на самом деле в Танахе упоминается... Неправильно я сказал. Я помню в Танахе три раза, где он упоминается. Про Аварама сказано, что это Эвет Гошем. Про Маше сказано, Маше Авди. И про Давида сказано, Давид Авди. Три человека, которые вышли на уровень, который называется Эвет Гошем. Это уровень, который, если... Это не совсем то, что Агроси сейчас хочет сказать, но без этого, мне кажется, трудно понять дальше. Есть разница между понятиями Эвет и понятием какого-то другого человека. Эвет, в принципе, раб, это человек, у которого нет никаких своих желаний. Все его желания полностью аннулированы перед желанием Всевышнего. Маше Робейн и Аарон, когда на них роптал народ Израиля по поводу воды, они могли сказать «Анахнума». Что такое мы? Мы что? Вообще ничего, нас нету. Мы проводники воли Всевышнего. Человек, который превращает себя в проводника желания Творца, это уровень, который называется Эвет Гошем. И вот здесь он говорит, что Авадайхем, Всевышний говорит про Амисраэль, свидетельствует, что каждый из них способен выйти на уровень Аводим, уровень рабы. Кто вышел, кто нет, это отдельный разговор. Второй уровень, это уровень Баним, сыновья. Дерих Агаф, когда мы молимся, заодно просто, когда мы молимся в посты, в 10 дней Чува, после Шмонесри есть дополнительная молитва. Те, кто ее читает, знают ее. Авину Малкену. Авину Малкену, Хатану Лифанейха. Я не взял с собой Сидора, но там 24 Авину Малкену, которые перечислены. Отец, не надо, Рафарий, не надо. Я просто не взял, но там длинное довольно. Авину Малкену, Отец наш, царь наш. Мы приходим ко Всевышнему Авину. Если мы баним сыновья, то отец нас. Если мы рабы, то царь наш. Авину Малкену. Это два уровня, которые здесь упоминаются. Почему упоминаются именно два уровня? Потому что Ав, папа, он, в общем, всегда хочет сделать хорошо сыну. Без исключения. Но он не всегда может. Мелах, царь, он всегда может, но он не всегда хочет. Авину Малкену, ты наш отец, ты наш царь. С этой твилой мы обращаемся ко Всевышнему. Так вот здесь второй уровень, это баним. Об этом сказано баним от эм лаошем. Это пасух, который сказан в книге Дворим. Изогр, так его объясняет, как Гагро приводит в цитату Изогра. Баним от эм лаошем. Вы являетесь сыновьями Всевышнего. Это связано с тем, о чем говорится здесь, что это второй уровень, сын Всевышнего. Ахим, братья. Это как бы еще более тяжелое понимание. Об этом сказано ла маан ахай ва ра ай. То, что Давид Амеллах говорит в пасуке, а некоторые певцы из этого сделали подобие песни. Так вот, ла маан ахай ва ра ай. Ради моих братьев и моих близких. Амистрель называется братьями Всевышнего. Теперь до того, как я продолжу дальше агро, я думаю, что мы не самые большие специалисты по всем китвейкодыш, но некоторые кусочки из Шир-Гаширем. Шир-Гаширем, который написан тем же Шлам-Амеллахом, приводится медраж. Рамбан приводит его в Хумаше. Я не думал, что я о нем скажу, поэтому я по памяти скажу Рамбана. Рамбан приводит медраж из Шир-Гаширем на комментарии в Хумаше, где говорится о том, что когда Мисраэль стояли у горы Синай, его назвали Баним, Бат, вернее, дочкой. Говорит Гемор, медраж говорит, Лозазум и Шам не сдвинулись от горы Синай, пока Всевышний их не назвал Ахот. Как сказано в книге Шир-Гаширем, Ахот Лануктана. У нас есть маленькая сестра. Продолжает и говорит, не сдвинулись Ами-Сраэль от горы Синай, пока Всевышний не назвал их мамой. Три дороги, три уровня. Дочка, сестра, мама. Что означают эти три уровня? Уровень первый, сын, дочка, это уровень, который означает, в принципе, это очень близкий уровень к уровню раба. Когда человек, ребенок, он зависит от родителей. Он принимает все, что дают родители. своего ничего нет. Поэтому очень понятно, как мы можем быть рабы Всевышнего и также понятно, как мы можем быть его детьми. Относительно понятно. Но есть следующий уровень. Уровень, когда Ами-Сраэль выходит во время дарования Торы на уровень сестры и потом мамы. Сестра это состояние некой равнозначности, равноценности. Мама это состояние еще более высокое. Что имеется в виду? Что во время дарования Торы Всевышний вначале уравнял нас с ним. Что значит уравнял? В каком плане? Понятно, что я думаю, что не надо объяснять, что мы не будем равны Всевышнему никогда, ни при какой погоде, ни при каких условиях, но Всевышний это тот, кто творит мир и воздействует на этот мир. Акодыш Барагу дал нам возможность воздействовать на этот мир. Эта сила воздействия превращает нас в сестру. Поначалу Сестра маленькая, у нее еще нету груди, мы не выросли еще, мы маленькие еще, мы не созрели, мы не можем нормально воздействовать на мир, но нам дается эта потенциальная возможность с созреванием, с тем, что мы становимся взрослые, мы становимся равными Всевышнего с той точки зрения, что Всевышний предоставляет нам возможность влияния на мир. И, наконец, самый большой уровень. Всевышний перестает киба и холь, как будто бы, воздействует самостоятельно на мир и делает так, что воздействие Творца на мир, оно происходит через поведение Амис Ройля. Творец сам не воздействует на мир, понятно, что не до конца, понятно, что на каком-то уровне. Он дает общее гангаго, общее управление миром через законы природы, но он сокращает свое воздействие и делает его зависимым от поведения Израиля в этом мире. Таким образом, мы становимся в какой-то степени мамой этого мира. Мы становимся тем, что воздействует на мир и делает так, что только через наше воздействие, только через наше поведение, только от него зависит то, как работает Всевышний в этом мире. Теперь, в связи с этим, я сделал некоторую Акбалу, некоторый параллель между посуком Широ-Ашири, и посуком здесь у нас в Мишли. Теперь вернемся к Перушу Гаона. Эвид это человек, который полностью устраняет себя по отношению ко Всевышнему. У меня нету, есть только желание Творца. Сыновья это немножко другое. Банима темла Ашем. И следующий уровень это Ахим, братья, о которых сказано Ман, Ахаев, Раа, и Всевышний называет нас своими братьями, своими близкими. Понятно, что после параллели с Широ-Ашири им это становится немножко более понятно. Теперь говорит Гаон, что аводим рабы, это те, кто люди, какая часть Амисраэля называется рабами. Та часть Амисраэля, которая называется молитвой и заповедями. В Ктафьят, в рукописи Гаона не написано слово заповедями, написано только молитва. И на этой теме есть целый Магалах, объясняющий, почему надо писать, не надо писать. Но Лихойра, поскольку сам Гаон сказал, что надо провести параллель между этим пасуком и пасуком Ла-Митали в прошлом, 31-м пасуком прошлого перика, а там он говорит, что первый уровень Амисраэля это те, кто занимается действиями, а действия это митсвы, то на первый взгляд я не очень понимаю, о чем идет балаган по поводу того, правильно здесь считать, писать митсвод, потому что сам Гаон написал, что он параллелит это дело с прошлой главой. И тогда там написано митсвод прямым текстом. Окей. И кто такие эти люди, которые занимаются молитвами митсвод? Говорит Гаон, что, например, раби Ханина Мендоса и его товарищи. И они находились на уровне Абдимшель Меллах, Эветлифней Рабо, раб перед господином, перед царем. Бен, уровень сына, это уровень человека, который называется Бегинзей Ацрода Меллах, занимается сокровищницами царя, то есть Торой. Человек, который находится в Тфиле, ну понятно, что нету таких людей, которые только молятся и нету людей, которые только учатся, имеется в виду суть человека, его главная часть это Тфила, он называется молитва, он называется Эвет. Человек, главная часть которого это Тора, он называется Бен. Ахим, братья, это люди, которые достигают Хохмы, поднимаются на более высокий уровень, уровень Хохмы. Что такое Хохма? Комментарии на Гаона пишут, что это пневмеюта Тора, это внутренняя часть Тора. И теперь понятно, говорит Гаон, что такое Эвет Маскиль, что такое раб, который Маскиль, раб разумный. Это, несмотря на то, что он находится только на уровне раба, на самом низком из трех уровней, его главный эссек, его главный бизнес это молитва, тем не менее, он будет властвовать над теми, кто занимается Торой, когда он Мавиш, когда это занятие, главная его жизнь, но тем не менее, Мавиш, который слабенький. И также, он выйдет на уровень, что он будет находиться не просто выше, чем человек, который занимается Торой, он будет находиться на уровне человека, который вместе с Ахим, вместе с братьями, получает на халу Всевышнего, получает удел Всевышнего. Теперь есть гемора в Брохос, которая находится на Дафи. В конце перика Эйнамдим, пятого перика гемора Брохот, есть довольно длинная гемора, ее часто цитируют, поскольку там разбирается, кто выше Баальшува или Цадик Гамур, поэтому эту гемору очень любят. Но мы ее сейчас не будем, я ее уже приводил на уроках. Займемся Барайтой, Тану Рабону, учили наши мудрецы, массы. Была такая история, Шехалаб Ноши Рабан Габлиэль, заболел сын Рабан Габлиэля. Что делает человек, у которого болеет сын, кроме того, что он приглашает врача, это понятная часть. Кроме этого, он молится. Что сделал Рабан Габлиэль? Мистабер, что он тоже молился, мне почему-то кажется, хотя в геморе это не написано. Он, Шагар Шнитал Медей Хоховен, послал двух мудрецов Торы, эти Рабиханина Бендоса. К Рабиханина Бендоса. Левакеш Аллафрахми, попросить, чтобы Рабиханина Бендоса попросил милосердия сына. Кивар Шара Атам. Когда Рабиханина Бендоса их увидел, он тут же, Алла Ла Алия, вошел на второй этаж, чтобы ему не мешали молиться. Убекеш Аллафрахми, просил милосердия профессора Рабан Габлиэля. Были это то, когда он спустился, он сказал, Леху, пойдите, идите обратно. Что, я не знаю, как перевести, Халцато Хама, Раша объясняет, что болезнь от него, солнце его вылечило, болезнь от него ушла. Откуда ты знаешь? Ты нави, ты пророк. Вроде пророчество кончилось, ценное поколение назад. Я не пророк, я не сын пророка. Но так я получил Бакабола, по традиции я получил. Я знаю, что молитва не принята, а разбросана. Яшвова, Катвова, Кивну, Атоша, они сели, посланники, и написали точный час, когда вся эта история произошла. Кшебау, Ацер Рабан Габлиэль, когда пришли к Рабан Габлиэлю, Омар Лаген сказал им, Гавада лохасартом в лохутартом. Эла кага ямасэ. Вы ничего не добавили, ничего не уменьшили. Именно так была история. Баа Тоша, Халцато Хама, в этот момент он выздоровел. Шаалланумайм, и попросил воды выпить. Точка. То есть в этот момент он пришел в сознание, попросил попить и выздоровел. Следующая история. Шуф Моасех. Баа Раби Ханина Бендоса. С Раби Ханина Бендоса, который сам Раби Ханина, пошел учить Тору Эца Раби Ханан Бен Закай к Раби Ханан Бен Закаю. Вэхала бноши Раби Ханан Бен Закай. Заболел сын Раби Ханана Бен Закая, учителя. А Марло Ханина Бни. Сын мой Ханина. Бекеша Лафрахме просил у него милосердия. Вэхе, и он будет жить. Яне Ахрашо Бен Беркав. Раби Ханана Бендоса положил голову между колен. Вэбекеша Лафрахме просил у него милосердия. Вэхая. И ребенок выжил. Омар Абь Ханан Бен Закай. Скал Раби Ханан Бен Закай. Илмэла гитиха Бен Закай. Этрашо Бен Беркав. Коля Ём. Коло, если бы я положил голову между ног на целый день, целиком. Лога Юмэш Гихина Лаф. На меня бы не обратили внимания. Омар Лэй, что? Спросила его жена. Вэки Ханина Гадоль Мимха, что Ханина, он выше, чем ты? Омар Лэй сказал ей нет. Лаф. Эла гуда мэла эветлифны мэлах. Он подобен рабу перед царем. Вани дамэ кесарливны мэлах. А я как министр перед царем. И объясняет Раша, что эвет, это Бен Байт. Это домочек. Он постоянно находится у царя. В ЭЦ шел обершут. Он может войти без разрешения царя. Министр перед царем, он не постоянно входит к царю и не может войти просто так. Поэтому тфила Раби Ханина Бендоса была сильнее, чем тфила Раби Ханан Бен Закай. Несмотря на то, что уровень Раби Ханан Бен Закай. Был выше, чем уровень Раби Ханина Бендоса. Тем не менее, вот в тфиле он был сильнее, выше и так далее. Но мы говорим сейчас о эвете, который называется эвет маскиль. То есть человек, есть два вида авойды. Авойда в виде тора и авойда в виде тфилы. Разница между ними. Поэтому многие стирают слово митсвот, то, что я сказал здесь из Агро. Поскольку митсвот и тфила это немножко разные вещи. Тфила это то, что называют гемора Хаейша. Был какой-то человек, который очень долго молился. Я сейчас не помню, кто это из Амараем был. И другой Амара ему говорит, что ты оставляешь Хаей Алам, вы занимаешься Хаейша. Ты занимаешься жизнь, оставляешь жизнь вечную и занимаешься жизнью на один час. Все просьбы, которые мы говорим в тфиле, они связаны с Алла Мазе. Просьбы этого мира. Просим, я не знаю, про носу, денег. Просим здоровья. И все остальные вещи, которые связаны с этим миром. Тойра, она соединяет человека с Алла Мазе. Поэтому оставить Алла Мазе ради Алла Мазе, это оставить Хаей Алам, Хаейша. Оставить вечную жизнь на жизнь на один час. И это кажется ему неправдоподобным и неправильным. Это то, что говорит здесь нам Шламу Амеллах. И тем не менее, Эвет, который вышел на уровень Эвет Маскиль из Арис, он выше, чем человек, который занимается только Хаей Алла, и тем не менее, занимается так немножечко бы Диавет. Теперь здесь есть еще один кусочек, который связан с тфилой, который я хотел зачитать. Один момент. В книге Малахим, когда Шлома Амеллах заканчивает строительство храма, он говорит, что разве можно сказать, что Всевышний находится на земле? И вот небеса и небеса небес, лойхал калеха, не могут его включить. А в Киабайт Газей вот этот дом, который мы построили, Ашель Баните, может включить в себя Всевышний в храм. Вепанита эльтфилат авдейха. И говорит он, я обращаюсь к тебе с молитвой твоего раба, в эль тхина то га шем элакай, и вот это тхина, как тхина перевести, вопль, что-то такое, ко Всевышнему Богу, лишмо эль гарина в эль га тфила, чтобы услышал Бог молитвы и Бог молитвы, рина это тоже как молитва, ашер авдейха мет палэлли фанэгайом, то, что я молюсь перед тобой постоянно, сегодня. Шламо Амеллах обращается с тфилой и называет себя Авдеха, Эвет Всевышнего. И он обращается с тфилой, с молитвой к Творцу, чтобы Всевышний услышал молитву раба, а именно шламо, и спустил шахину в Байт Мигдаш. Это молитва Шламо Амеллаха. Льё тэйнейха тухот эль абайд газе, чтобы твои глаза были постоянно открыты на этот дом, лайловы йом, ночами и днями. Эль Маком Ашерамарта, то место, которое ты, Всевышний, назвал, и сказал, что шми шам, что имя моё будет там. Лишмо эля тфила, слышать тфилу. Ашерит палэль абдеха, который молится твой раб, аль Маком Азе, по поводу этого места. Шламо Амеллах обращается ко Всевышнему, обращается к нему как Эвет. Эвет – это обращение, связанное с молитвой. Поэтому молитва Маше, молитва Давида, Шламо Амеллах, я не знаю, есть ли ещё раз, где называется Эвет, это я не помню, он сам себя так называет. Но Давида Амеллах, про которого сказано, вы они тфила, я это тфила, я это молитва. Маше Рабейну, которая молитва Маше, это то, что как бы спасло Амисраэль от полного уничтожения, после Хэда Эгель, после греха с золотым тельцом и так далее. Молитва, которая спустила, как бы соединила этот мир с тринадцати атрибутами милосердия Всевышнего, это суть Маше Рабейну. Шламо Амеллах просит Всевышнего, чтобы он удостоился этого уровня, и чтобы благодаря этому Всевышний воцарился, я не знаю, как это сказать, внутри Байдамикдаша. Окей. Таким образом, а воедат филы, несмотря на то, что это самая низкая из-за водот, которая описана в этих трёх уровнях Амисраэля, если эта вода делается лакатхила идеально, то она поднимает человека на уровень выше, чем уровень неидеальной работы в других направлениях. Продолжает Шламо Амеллах и говорит, третье предложение. Он говорит, по-русски я не до конца понимаю, что это значит, плавильны для серебра и горнила для золота, а сердце испытывает Всевышний. На иврите. Мицарев лакейсов. Церуф – это плавление, наверное, когда выплавляются какие-то изделия, серебра. Векур лазагав, он перевёл как горнила. Это печь, в которой изготовляется маленькая печечка, в которой изготовляются золотые изделия. Эти две вещи. Векур лазагав, а сердца испытывает Всевышний. Кур – это плавильный котёл? Ну, вот это не совсем котёл, потому что золото, оно в маленьких размерах, котелок. В том, в чём плавит. В том, в чём плавит. Хорошо. Кур – это ещё и реактор. Это я знаю, да. Но я не думаю, что здесь имеется в виду ядерный реактор для золота. Может быть, термоядерный. Избивается мечта алхимиков. Так вот, говорит Мальбим. Мицарев Лакейсов. Нет, вы знаете, я не совсем правильно. Для того, чтобы учиться Мальбиму, надо прочитать следующий пасук тоже. Он говорит, кто смеётся... Момент. Да. Кто смеётся над бедным, тот хулит творца, а злорадный не избегнет кары. Шлома Мэла говорит, мира макшиф альсфатавон вэщекер мазин альсуахавот. Ну, вот перевод как перевод. Теперь попытаемся вместе это прочитать с Мальбимом. Мальбим соединяет эти два пасука вместе и объясняет. Мицарев Лакейсов, Мирава, Хула. Кейсов, деньги, серебро. Это для того, чтобы... Для чего надо обжигать, переплавлять, что-то делать такое с серебром? Для того, чтобы оттуда вытащить солод, как это, саяк, ненужные вещи, мусор. Солить олово. Примеси. Ну, никак не олово. Для того, чтобы примеси, которые не годятся в серебро, очистить серебро, сделать его высокой пробы. Для этого нужен вот этот процесс переплавки. И это называется Мицарев. Загав. Это золото. Это более дорогая вещь, чем серебро. И поэтому его сиегим, его примеси, они больше прилиплены к золоту, чем к серебру. Серебро легче очистить, чем золото. Поэтому, для того, чтобы их забрать, их отделить или закек очистить, нужен кур. То есть, это более высокий уровень огня, чем Мицарев. Кур и Мицарев, Мальбим объясняет, разница между ними. И то, и другое, некая система очистки через плавление, через обжиг. Но, золото обжигается при более высокой температуре, чем серебро, поэтому кур это реактор с более высокой температурой. Вэашем, но Всевышний, он Бохен Левот, он испытывает, он делает экзамен от слова Мифхан, Бохен, от слова экзамен, он экзаменует сердце. Для того, чтобы очистить сердце человека от всех сиегим, от тех примесей, которые есть в каждом из них, что есть сердце, примеси в котором не прилеплено так сильно, и такое сердце подобно серебру. И это человек, который хо-те-бен-тоф-лы-ра бе-мифурсамот-митсада-таава. И это тот человек, который делает авиирот грехи между злом и добром, которые зависят от таавы, от меды, которое называется, от качества, которое называется таива. везе, и это вещь, которая обжигается на маленьком огне. Вы ешь, а есть ма-ва бе-юнит, бедварим ше-бейн-эймит-ла-шекер. А есть такие, это даже не грехи, а какие-то отклонения, не знаю, как лучше, отклонения, которые происходят из-за июна, из-за внимательного изучения вещей, которые только благодаря очень серьезной бине, серьезному разуму, можно отличить между шекерами и ложью, между ложью и правдой. И это заав. Подобие этому это золото. Потому что те грехи и разум, они выходят, из них происходит действие. Но саигим шелодвуким, но те, которые не очень прилеплены и нужен для... Не-не, наоборот. Но те саигим, те, тот мусор, тот золот, который, тот примеси, примеси, которые очень сильно прилеплены, для этого нужен огромная температура огня, для того, чтобы очистить и проверить их. И это то, что сказано, объясняет Шлома Меллах, что мицареф лекейсов, что слово мицареф относится к серебру, вэгу мира макшиф альсфатавон. И это то, что говорит следующий пасук, который говорит мира от зла макшиф альсфатавон. Как нам объясняет русский переводчик, чтобы использовать его вместе с Мальвимом. Злодей я его не прочитал. Злодей внимает устав кривды, кривды, а ложь прислушивается к слову насильника. Ужас. Так вот, он говорит, что мира макшиф альсфатавон. Зло, оно макшиф альсфатавон это вслушиваться. В язык авон греха. Человек, который слушает свои тавод, прислушивается к своим желаниям, а желания у человека обычно, первоначальные, понятно какие, что это эцда тофвера. Таева это и есть дерево познания добра и зла, суть которого находится в том, что сафаши ехи цанит негидалашон, что она находится внешнее проявление губ по отношению к языку. То есть, это такой вид некий лжи, который только снаружи заметно. Есть разница между тофвера, есть разница между добром и злом, которая может быть известна посредством ощущений, а есть, которая известна посредством даата, которая сафаромэзетальдаат. Вот слово сафа это губы, они намекают на даат, на разум, потому что тот, кто слушает сфа-тавон, внешним разговором зла, что это таева, которые известные вещи, то есть, бывает, что ецар-гора приходит к человеку и говорит ему сделать нарушение, которое понятно, что это нарушение, очень известные вещи, которые очевидно, что слушать нельзя. И в таком случае махлиф-тов-ра, таавот меняет добро на зло, и это то, что называется мира из зла, то, с чего начинается пасук номер 4. Мира зло слушает уст, зло исходит, слушается через уста. Векур-загав и вот этот реактор для золота, который прожигает и очищает все золото, это относится ко второй части пасука, а именно мазин аль-лашон гавот, тот, который вслушивается в то, что говорит язык, призывающих к каким-то вещам. То есть, лошон, он находится внутри не дата, а внутри бины. Дат, это более внешняя часть бина, это разум, который находится внутри. И если килкуль, как килкуль по-русски, как порт, да, что-то испорченное, находится внутри бину, внутри разума, более глубоко, то это приводит к шеверу, который находится более глубокий раскол. И это разлом, и это уже называется шекер, это называется ложью. Потому что в этой ситуации человек меняет истину на ложь. И для этого нужен вот этот вот реактор, вот этот вот большой кур, который небольшой, наоборот, маленький, но очень горячий. Очень горячая печь для того, чтобы взять золото и переплавить и очистить его от всех вещей, которые связаны с Таруа, с Гамину, со Шерло, с тем, что мешается, с тем, что в него намешано, то, что называется минут, то, что называется еретичество. Давайте подведем итог Мальбиму, потому что он очень длинно это написал, но суть на самом деле достаточно простая. Он говорит о том, что существует два вида авиирот, два вида ошибок, два вида ловушек, которые расставляют Ецергора человеку. Некоторые ловушки, они исходят из более внешних мест, некоторые из более внутренних. Более внешние называется сафа, более внутренние называется лошон, потому что губы сфатаем, они всегда снаружи, а язык, если только его не показываешь, чтобы подразнить кого-то, он находится обычно внутри, он не вылазит наружу. И в этой ситуации два способа, которым Ецергора приходит соблазнить человека, это внешний и внутренний. Внешний соответствует тем попыткам Ецергоры соблазнить человека, который можно почувствовать, увидеть и понять более или менее сразу, это находится на уровне даат. Человек, который соединен с волей Творца, ему очень легко справиться с этой частью. И есть второй вид ловушек, который находится более внутри, когда человеку нужно определить не просто какую-то вещь, которую очевидно, что нельзя, но очень хочется. это внешнее проявление, это серебро, с ним более или менее легко его очистить и убрать эти сейгим путем просто того, что человек скажет хочется, а не буду. А есть более серьезные вещи, которым совсем тяжело с ними справиться. Это когда человек ставится килкуль, его вот изъян, находится на уровне понятия бины, понятия разума, понятия понимания, вот, наверное, самый правильный здесь перевод. Понятие понимания, когда человек не может разобраться из ловушек, которые ему ставит Яцаргара, внутренних ловушек, он не может разобраться, что такое хорошо и что такое плохо, что такое шекер и что такое эмет. У Раф-Ильяху Деслера в Мехтав-Милиаху есть целая статья, я не знаю, Моамар, которая посвящена тому, что изменилось в тот момент, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, и он объясняет, что раньше у них тоже была бхера, у них была свобода выбора и до и после, но свобода выбора изменилась. Раньше первоначальная свобода выбора была между ТОВ в ИРА. Человек знал, что такое хорошо и что такое плохо, может быть, благодаря книжке Маяковского, может быть, еще как-то, но он знал, что это правильно, это неправильно, это эмет, это шекер. Он знал, что это хорошо, а это плохо. Сегодняшняя свобода выбора состоит в том, что человеку надо разобраться, что хорошо, а что плохо, поскольку теперь ему надо понять, что является эмет, а что является шекер. Потому что каждый раз, когда у него появляются какие-то мысли, далеко не всегда эти мысли оказываются ему, они кажутся эмет, они могут оказаться шекер. Так чтобы очистить вот этот уровень, для этого нужно взять и прожечь все это, в том, как по-русски перевели, горнило, для того, чтобы очистить золото. Я не знаю, что такое горнило, от слова горлышко или что-то такое, но это имеется в виду печь, как объясняет Мальбин, очень с высокой температурой для обжига золота, для очистки более полной. Для этого нужен эш какой-то колоссальной силы. Таким образом, два вида испытаний, которые есть у человека, испытания, которые он понимает, что его испытывают, и весь вопрос, сможет ли разум поворот желание, это серебро, и когда внутри самого разума непонятно, что от меня хочет Всевышний, какой правильный путь, это обжиг золота, это краткий секун Мальбима, относительно краткий. Теперь, да он мебельно, думаю, что мы успеем. Он говорит, «Мицереф лэ кейсава куллазагав». Дело в том, что он разделяет этот пасок на двое, у него немножечко по-разному идет, я не знаю, успею ли я все. Он говорит, «Мицереф лэ кейсава куллазагав». Что это значит, что человек, который обжигает серебро и делает такую высокоградусную печку для золота? Имеется в виду, что кейсав, он нуждается в цируфе, в таком виде обжига. Но загав, это нуждается в куре, он нуждается в другом обжиге. Но, несмотря на то, что и кейсав, и загав, очистить, человек может это сделать, но сердца человека, их может очистить только Всевышний, их может испытать, проверить только Творец. И человек никогда не может понять внутри сердца, человек не может понять правильный путь, и человек не знает, что находится в сердце другого человека. Определить чистоту серебра, чистоту золота, произвести эти работы человеку под силу. Понять, что находится в сердце другого – нет. Имеется в виду, серебро – это митцвод, золото – это Тора. И все это человек может понять, сделано они правильно Правильно и неправильно. Правильный митсвот, правильная тора, это можно увидеть. Но то, что находится внутри, в сердце, это невозможно проверить. И это испытание, лакмусовая бумажка, она остается только в руке у Всевышнего. И это очевидно, что сказано, что Всевышний проверяет сердца. Потому что человек видит своими глазами, а Всевышний видит сердцем. Поэтому анализ того, что находится в сердце у человека, остается в руках Всевышнего. Это первый пируш Гагро. Совершенно другой путь объяснения Шлама Амеллаха. Дальше идет Гагро Курсивом, который говорит, еще один пируш. То есть пируш, который Гагро выносит за пределы Пшата и говорит, что это Ремис, намек. Он говорит, что здесь речь идет о Торе Беальпе и Торе Шабихтав. Письменная и устная Тора. Устная Тора, она параллель с серебром. Заав, это письменная Тора. Золото, это письменная Тора. Имеется в виду, что сказано в Тикуней Зогар. Приведено, что Что они удостоены того, что царь находится между ними. И это Амуда Эмцаита. И это такой средний Амуд, средний столб, который находится между ними. Это Всевышний. Что имеется в виду? Есть две Торы. Тора Шабихтав и Тора Шабальпе, которые находятся справа и с левой стороны. В них Ницхин Карба. В них находится вечность и приближение ко Всевышнему. Это Кейсов и Загав. Это золото и серебро. Но главное, это то, что Бахен Лебод Гошем, что Всевышний проверяет сердца, что это лев, сердце, оно посередине. Это средний столб. И это то, что сказано. Мицереф Лекейсов. Кто был человек, который сделал сыру в Кейсов, который взял и очистил серебро? Это Авраам. Кто очистил золото? Это Исхак. Лебод Гошем. Сердца, которые направляются к Гошему, это Иаков. Теперь попытаемся разобраться, что имеет в виду Гаон. Он так это несколько написал. Существует Мидод, качество, которое соответствует... Они все время, все качества Всевышнего, все Сверот, они всегда как бы делятся на три. Три. Это право, лево, середина. Право, это всегда Хесед, только этот Хесед может быть в виде Хохмы, может быть в виде Хеседа, может быть в виде Нецеха. Левая часть, это всегда Дин, только он может быть более высокий, более низкий, но это всегда строгий суд. И это два качества, которые находятся в Аврааме, которые... Его меда, его качество, это бесконечный Хесед. В Исхаке находится качество абсолютного суда. И Иаков это то, что их объединяет. Это новое качество милосердия, которое объединяет Хесед и Дин. В принципе, Хесед и Дин объединить технически никак невозможно. Это вещи, которые необъединимы. Объединение в Нижнем мире происходит и Аков, на самом деле в Верхнем мире тоже. Поэтому это объединение этих вещей, это то, что становится Бохен-Лев, то, что проверяет сердце. Две Торы, Тора Шибихтаф и Тора Шибаальпе, это правая и левая сторона раскрытия Всевышнего. Но внутренняя каванавства человека, который это делает, это делает Амуда Эмцаи, в которой Всевышний благодаря этим двум Торам объединяет качество суда с качеством милосердия. Эти вещи, которые упоминаются бесконечное количество раз в Торе на уровне Ремеза, раз Гаун уже в это дело вошел, то давайте мы тоже на секундочку войдем. Например, существует понятие пиштан, лен, и существует понятие цемер, шерсть. Мы знаем, что их нельзя смешивать. Смешивание шерсти и лена – это запрет Тора, запрет Медаарайса. Эти два запрета как бы начинаются с Каина и Эвеля. Один приносит жертву пиштан, лен, другой приносит шерсть, имра. Это хесет и дин, и объединение их технически невозможно. В жертвоприношение, которое приводится в храме, приносится в храме, здесь находится мнимое противоречие, потому что Коин надевает льняные одежды, а сам Коин – это атрибут суда, сам Коин – это атрибут стопроцентного милосердия. И только соединив эти два атрибута с атрибутом милосердия и оковом, когда мы не корвим, приближаем, делаем корбан, соединяем, только в этот момент шатнос становится разрешенной. То есть шатнос разрешен как таковой, смесь шерсти и лена, только в момент, когда он соединяется через митсву со Всевышним. Митсва – это всегда идет через атрибут рахами, атрибут милосердия, который происходит. Сочетание двух атрибутов возможно только через рахами. Поэтому письменная и устная тора – это два амута, два стержня, два столба, на которых держится мир. Но держаться он может только, если Акодыш Барагу в эту тору вливается и вливает себя через атрибут милосердия. Это то, что говорит Гаон, для того, чтобы объяснить этот пасук. Совсем другой Майалах, совсем другой путь, чем путь, которым шел Мальвию. Но все они как бы достаточно хорошо, в общем, достаточно понятны и достаточно хорошо входят в текст. Дерих Агаф, просто раз мы об этом заговорили, Нимы, Агаон. Зааф – это атрибут суда. Кейсов – это атрибут хэсада. Серебро – белого цвета, золото – красного цвета. Понятно, что сегодня есть белое золото, но понятно, что речь идет о нормальном стандартном золоте. Оно имеет красноватый оттенок. Красное – это всегда связано с атрибутом суда. Белое – всегда связано с атрибутом милосердия. И есть Микуболем, которые говорят о том, что когда делается кедушин, обручение, то не надо брать золотое кольцо. Надо брать кольцо из серебра для того, чтобы изначально посвящение мужа и жены свадьбы делалось атрибутом хэсада, а не атрибутом суда. Тем не менее, понятно, что в мире принято золотое кольцо, не Альпикабола. Я знаю один случай, когда один очень серьезный Толмитхохом при втором браке, первая жена у него умерла. Он уже был к этому моменту серьезный Толмитхохом, высокого уровня. Он сказал своей жене, что он бы хотел сделать кедушин серебряным кольцом, поскольку есть Микуболем, которые говорят, что это правильно сделать. Она встала на дыбы, что нет, только золотое кольцо, ни в коем случае. Он сказал, что хочет золотое, будет золотое, никакой проблемы. Но, тем не менее, Минхак этот описан Бакабола, поскольку серебро это бэймэд, вещь, которая связана с хэсадом, в отличие от золота, которая связана с судом. И понятно, что с этим же связан Эгеля-Заав, золотой телец, суть которого было желание Амисраэля спустить меру суда внутрь этого мира, поскольку они раскрыли, когда на горе Синаем Всевышний раскрылся, то они увидели, как сказано, что последняя служанка в народе Израиля видела больше, чем самый большой пророк, чем Ехескель, который пророчествовал пророчество Мерковы и колесницы. И когда Ехескель видел колесницу, описывал его, он описывает то, как внутри, под колесницей находятся животные, животные, у которых есть четыре лица. Одно лицо человека мы сразу убираем, это отдельный разговор. Три лица, которые там были, это Нешер, Арье и Шор, это Орел, Бык и Лев. Бык – это то, что символизирует с левой стороны атрибут суда, который находится. Когда Тора была раскрыта в этом мире во время дарования Торы, то она была раскрыта впервые. И впервые Ами Сраэль стал Хаяфба Митсвот, до этого Митсвот не было обязанности Митсвот, все, кто выполняли Митсвот, выполняли на уровне Эйна Митсвова, Асэ, не обязанно делает. И мир, 26 поколений от творения мира до дарования Торы, Всевышний кормил мир атрибутом Хесуда, добра бесконечного. И в этот момент, когда была дана Тора, впервые Всевышний открылся миру атрибутом суда, и это открытие продолжалось 40 лет блуждания по пустыне. И вот 40 лет нахождения в пустыне они видели атрибут Суда Всевышнего, поскольку суд Тора, это в общем где-то и есть суд, особенно Тора Шабальпе, поскольку это сделал, получил наказание, сделал, получил награду. То есть это связь между действием человека и влиянием Всевышнего. И когда Всевышний открылся через этот атрибут, то Амистраэль захотели спустить этот атрибут, сделать его ниже. И сделать это именно в виде Эгеля, Шора, Быка. Но Эгеля Загав, потому что Загав символизирует атрибут Суда Всевышнего. Поэтому именно он был в тот момент спущен в этот мир, сделана попытка. И Зогар, даже не Зогар, а Агимора в Сан-Едрине от имени Рабишимана говорит, что это не было идолом, это был Асу-Исур, это был запрет. Нельзя было так делать, нельзя было обращаться ко Всевышнему через атрибуты, спуская атрибуты в Нижний мир, овеществляя их каким-то образом. Поэтому это был Исур, но это не было Войда Зойра, это не было поклонение идолам, поскольку они прекрасно понимали, что это не Всевышний, а атрибут Всевышнего, который таким образом соединен с ними. И они считали, что это можно делать, это была ошибка, которая была грубой ошибкой, и что из нее произошло, мы знаем. Но потом Амистраэль повторяет эту ошибку еще раз. Еще раз два золотых сельца были сделаны, когда был храм в колене Дана установлен, второй храм, там стояли еще два золотых сельца. Это была вторая попытка соединения со Всевышним и Сургамур, стопроцентный запрет, но, пора обещимо, но это не является запретом поклонения идолам, хотя Хохоми, мудрецы, с ним спорят и говорят, с ним спорят, и говорят, что это да, было Авойда Зойра, да, было поклонение идола. Но идея их состояла в том, чтобы соединить атрибут суда с этим миром на более высоком соединении, чем то, что было до этого. И это то, что сказано, что заав – это атрибут суда, а кейсов – это атрибут хэсада. Я думаю, что следующее предложение не имеет смысла начинать даже, поэтому предложение «Далет Пагагро» мы прочтем только в следующий раз в Бейзарадо Шемидбарах. А сейчас я закончу. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok